В прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, какие вообще социальные выплаты полагаются тем, кто воспитывает много детей, тем, кто является инвалидом и так далее. Об этом мы сегодня и поговорим в студии. Гость нашей студии это Надежда Богатырь, помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Поэтому спрашивать, если у вас есть вопросы, если, может быть, как раз вам отказали в получении тех или иных выплат, на которые, как вы считаете, вы имеете право, тоже Надежда разъяснит, кто имеет, кто нет. Поэтому у вас есть отличная возможность не бежать на улицу Семеновскую, не писать письмо, не кидать его в ящик специально, а вот напрямую спросить нашего замечательного товарища из прокуратуры, который вам все расскажет и даст ответы на все ваши вопросы. 300-190, прямой эфир. У нас прямой эфир, между прочим. Надежда, скажите, пожалуйста, вообще чем регламентируются вопросы соцзащиты прав наших граждан, которые имеют детей? Ну, хотелось бы поздороваться со всеми телезрителями. Да, призываю вас обращаться в прямой эфир и отвечу на все вопросы, которые будут поставлены. Действительно, социальная политика в государстве очень развивается, в том числе и в период коронавирусной инфекции. За ним поспевают региональные законодательства, и у нас есть конституционное право граждан на получение социальных гарантий, предусмотренных всеми имеющих детей. В любой семье, в которой воспитывается или родился ребенок, имеют право на социальную выплату, начиная с его рождения. И с помощью социальной политики у нас государство обеспечивает минимальные социальные гарантии, создавая благоприятные условия для населения. И региональное законодательство, чем регламентирован вопрос был, оно издает нормативно-правовые документы, которые определяют как порядок начисления этих социальных пособий, так и категории граждан, которые имеют право на их получение. И, что немаловажно сейчас, сроки рассмотрения этих обращений, сроки начисления и получения. Есть выплаты единовременные, есть выплаты ежемесячные, которые граждане могут получать в течение определенного времени, пока у них маленькие дети. А что такое маленькие дети? Малолетний ребенок у нас в соответствии с законодательством является несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет. Несовершеннолетний у нас до 18 лет. Законодательством о получении средств в виде социальной помощи могут рассчитывать люди, которые имеют несовершеннолетних детей. У нас есть категория семей, которые могут получать эти пособия, такие как многодетные семьи, семьи, у которых есть дети-инвалиды, есть средства при рождении второго ребенка, это средства материнского капитала, есть средства при рождении первого ребенка, которые предусмотрены различными нормативными документами при рождении на пособие до полутора лет, до двух, до трех лет. И в соответствии с указом президента 199, который был издан в прошлом году в период пандемии, у нас каждый гражданин, чей прожиточный минимум не превышает размер установленный, может получать социальную ежемесячную выплату для детей от трех до семи лет. Скажите, вообще, на ваш взгляд, что дают эти все меры поддержки? Ну, как бы не старалось государство поспевать в экономической сфере социальной политики друг за другом, некоторые семьи у нас все-таки существуют за счет мер социальной поддержки. И если это многодетная семья и малоимущая семья, то средства, которые перечисляются им в виде денег, либо это материальная помощь, либо это в том числе помощь гарантированная, у нас есть выдача сертификатов на приобретение транспортных средств, средств реабилитации и так далее. То есть консультативная помощь, эта социальная сфера, она помогает гражданам выжить в какой-то период. То есть вот те ситуации, которые возникали в период пандемии, люди увольнялись, переходили на дистанционную работу, количество, может быть, часов их уменьшалось на рабочем месте, может быть, пересматривал работодатель их размер заработной платы, пострадали очень многие сферы деятельности, люди были вынуждены покинуть свои рабочие места, одновременно стать безработными, малоимущими и иметь право на поддержку государства, на получение каких-то выплат, которые предусмотрены нашим региональным законодательством и федеральным. Давайте еще раз напомним, что считается малоимущей семьей, какая семья считается малоимущей, какие доходы должны быть, потому что тоже большие разночтения у людей на самом деле. Да, люди, которые имеют на каждого члена семьи доход ниже прожиточного минимума, будут являться малоимущими. Прожиточного на сколько сейчас? Около 12-13 тысяч? Да, 12 с чем-то тысяч. То есть вот конкретно, например, если мать-одиночка воспитывает, допустим, одного ребенка, у нее доход 20 тысяч, месяц, допустим, 23, то это уже все малоимущие, да? Это малоимущие семьи. А если там 25-27, уже извините? Да, уже доход превышает нормативный размер, и поэтому она не будет иметь возможности получать какие-то виды социальных гарантий, да. Скажите, вообще вот сейчас, ну, эта тема насколько актуальна вот в нашей стране, особенно в сфере того, что у нас пандемия коронавируса, вот, кто-то действительно потерял работу, кто-то не потерял, но доходы сократились, там где-то сделали укороченную рабочую неделю, где-то человек просто работал по принципу сделки. То есть, знаете, когда у человека есть какой-то, конечно, оклад стабильный, который капает, а все остальное сделка. И работодатель сказал, хорошо, тебе оклад, конечно, буду платить, а поскольку ты по факту не работал, ну, там мало ли человек там на лесопилке или там табуретки собирает, например, где у него изделенная оплата, вот, то, соответственно, все, дружок, он вроде не уволен, он не безработный, он вот, как была пандемия, сидел или, может, даже кто-то и сидит до сих пор дома, условно говоря, вот. А вот раз дохода нет, особенно сейчас это касается актуально, сейчас, понимаете, ведь тоже очередная волна коронавируса, снова пошли разговоры об ограничении тех же самых, к примеру, кафе-ресторанов, а что такое ресторан-кафе, это официант, у которого изначительная часть дохода, на самом деле, это чаевые как раз, то есть, опять-таки, его, может, не уволят из этого кафе, у него будет оклад, он будет сидеть, допустим, дома или там что-то еще, но, тем не менее, чаевых не получится, ответ человек теряет в доходе. Поэтому, насколько, на ваш взгляд, актуально это? Ну, я начну, наверное, с того, что ранее, лет пять назад, получая социальные пособия, люди обращались в органы социальной защиты за определенными видами помощи и обращались только те категории, которые действительно были безработными и не имели никаких источников дохода, но имели детей. И с нулевым источником дохода они, естественно, просили помощи у государства. Евгений, простите, я вас перебью, потому что у нас такой важный источник дохода на телевидении, как реклама. Мы сейчас уйдем буквально три минуты, а потом вы продолжите, а вы, дорогие телезрители, готовьте вопросы. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о праве граждан социальной выплаты, в первую очередь, конечно, касаемо тех семей, где воспитываются дети, неважно, один ребенок, два, три, четыре, опять-таки, не имеет значения даже статус. Хотя тоже все зависит от конкретной ситуации, и конкретной ситуации нам сейчас будет продолжать описывать Надежда Богатырь, помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Надежда, извините, я вас перебил. Да, хотелось бы продолжить о том, что в настоящий момент количество лиц, которые имеют право на получение мер социальной поддержки, оно значительно увеличилось за последние пять лет. Буквально вот такой срок назад людям было неудобно иметь этот статус. Они считали, что это повесили ярлык бедного гражданина. Но не у всех... В нашей стране, да? Где человек на последнюю зарплату купит итальянские сапоги, будет дома сидеть в макаронах, но все будут думать, что у него же итальянские сапоги. У нас же для русского человека важен вот этот некий статус в глазах общества. Может быть, такое самоутверждение в некоторых обществах и коллективах это имеет место быть, но я говорю о все-таки самосознании граждан и ранее дети, которые у нас получали гарантии в виде бесплатного питания, опять-таки каких-то социальных выплат, как гражданам малоимущим, их было меньше. А в настоящий момент, что немаловажно, это следует отметить, этих лиц очень много. И при правильном определении своего статуса гражданин имеет возможность получать государственную поддержку. И это хорошо, это во благо семьи, это, может быть, нормализует каким-то образом на какое-то время микроклимат в семье, это помощь детям и ребенок при наличии каких-то средств дополнительных в семье получает что-то для того, чтобы развиваться и социализироваться. Это нормально, и поэтому, в принципе, людей, которые сейчас обращаются за мерами социальной поддержки, их в Тверской области более чем 40 тысяч семей. А было меньше? Было в два раза меньше. Вы как-то анализ проводите, вы же, наверное, проводите анализ. Почему вдруг? Ну, наверное, одно из самых главных – это развитие социальной политики в государстве и в регионе. Потому что буквально еще три года назад этих мер соцподдержки было в два раза меньше. Сейчас развивается широко достаточно возможность у региона выплачивать тем или иным категориям лиц какую-то денежную компенсацию. В последнее время разрабатывается возможность о выплате денежных средств всем семьям, у которого дети пойдут в этом году в первый класс. Это разовая? Это разовая выплата, но ее не было до этого никогда. С прошлого года у нас все граждане, которые имеют право на такую меру, как пособие в размере почти 6 тысяч ежемесячно, получать, у кого есть дети от 3 до 7 лет, неважно в каком количестве этих детей. То есть два ребенка, это три ребенка. Мы получали в прошлом году каждый гражданин, имеющий ребенка, по 20 тысяч федерального бюджета. Единственное, что это, понятно, заявительный характер, это через многофункциональный центр, через его филиалы, либо через госуслуги надо обратиться и оформить эти все пособия. Это не нужно сейчас ходить по инстанциям, собирать огромное количество документов. Это можно сделать через электронные порталы госуслуг в различных ведомствах. И есть определенные выплаты, где нет необходимости собирать ни одного документа. Вот такая, это выплата гражданам, где дети от 3 до 7 лет. Достаточно одного заявления в учреждение, в орган, который рассматривает эти обращения. Это учреждение самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия собирает всю информацию об этом гражданине, который подал заявление, и решает вопрос о назначении, либо о отказе в выплате. То есть гражданин, в принципе, через госуслуги или через МФЦ подавать в этот орган. Но это намного проще. Лично прийти или по мейлу? Ну, по интернету. По интернету можно, да, подать обращение. И, в принципе, есть граждане, которые обращаются в государственное казенное учреждение Тверской области, центр выплат Тверская семья, сотрудники этого центра собирают информацию о семье, собирают информацию о доходах, о возможности назначения этой выплаты и принимают решение о назначении, либо об отказе. И, в принципе, гражданин может не сам себе рассчитывать свой доход и думать, могу ли я получить это пособие, либо нет. Он может обратиться в этот центр, ему там разъясняться и в соответствии с законодательством примут решение. — Скажите, но все-таки вот к вам обращаются по поводу, вот вы говорите, госуслуги, госуслуги. Просто я лично сам сталкивался, да и другие люди говорят, что, на самом деле, знаете, говоря языком простым, глючный портал-то. Не всегда там все понятно, не всегда ты вроде все вводишь, как тебя просят, там пароль, еще что-то. Тебя обратно выбрасывать и так далее. То есть, поэтому у вас были какие-то жалобы, наверное, от граждан, которые говорят, да не получается мне отправить вот это просювать мне временное пользование? — Обращение граждан у нас различного характера поступает. — Вы сами вообще проверяли, как госуслуги функционируют? — Мы проверяем в любом случае поступившие обращения уже с этих порталов. Люди обращаются с вопросами и как о возможности получить ответ на свои заявления, поданные через электронный документ, оборот, таким языком будем говорить. В том числе обращается и об обоснованности ответов по результатам рассмотрения их обращений. Мы проверяем абсолютно все. Все регламентировано нормами закона, поэтому, в принципе, мы как орган, который может в целях устроения нарушений прав граждан принимать определенные меры в их интересах. — А какие бывали случаи, например, обращения? На что, как говорят врачи, жаловались? — Ну вот я говорю, что обращение и жаловаться можно всегда в порядке федерального закона 59-го об обращении граждан РФ на все и обо всем. Но приблизительно так граждане действуют. И я всегда говорю о том, что и поддерживаю граждан в этом всегда, что у них это право есть, и они этим правом должны и могут воспользоваться. Обращайтесь в органы, где более компетентные люди, где, соответственно, свои процессуальные функции, они могут разобраться в том или ином вопросе. — Буквально на прошлой неделе мы завершили рассмотрение обращения жительницы Конаковского района, которая воспитывает пятерых детей. В соответствии с региональным законодательством она имеет право на такую поддержку социальную, как выдача сертификата на приобретение транспортного средства для ее многодетной семьи. Существует порядок, кто может получить этот сертификат, и какая семья может получить такую хорошую поддержку в виде средств миллиона рублей на приобретение транспортного средства для семьи. Были поданы ей документы. У нее большая семья, ей надо много сил и времени уделять своим маленьким детям. Она подавала заявление через портал Госуслуг. Документы ее были рассмотрены в учреждение, они попали в учреждение, рассмотрены, но учреждение приняло решение об отказе в выдаче ей этого сертификата. — А чем мотивировали? — Мотивировали. Почему я выбрала этот пример? Потому что такие ситуации возникают везде и повсеместно. — Да? — Сейчас скажу, какое было основание отказа. Семья Конаковского района, как я ранее сказала, пограничный район с Московской области. Родители в семье работают в Московской области. И предоставив в дверь документы о том, что они являются работниками организации, расположенной на территории Московской области, и ежедневно эту работу посещают, в учреждении им был сделан вывод о том, что эти граждане проживают фактически на территории Московской области. — А прописку не судьба была? — Ну, у нас же фактическое место пребывания, регистрации и так далее. Ее никто не отменял. У нас гражданин может свободно перемещаться по территории Российской Федерации. Но вот было неверно истолковано нормы. — Что здесь истолковано? Там что, звездочеты сидели, что ли? Я не понимаю. Они же чиновники. Они смотрят, так, прописка, ага, город Конаково, там улица Энергетиков, проспект там вроде бы и так далее. А их вот это никак? — Не смутило. Не смутило. И мы принимали меры прокурорского реагирования для того, чтобы данный незаконный отказ семье многодетной, которая, естественно, в один автомобиль не поместится им, транспортное средство необходимо. Они воспитывают всех своих пятерых детей достаточно хорошо. Никаких нареканий по поводу воспитания этих детей к семье не было. И гражданам был дан отказ. В настоящий момент по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования гражданка получила право на приобретение этого сертификата. И у нее теперь есть возможность выбрать автомобиль, заявить об этом, забрать эти денежные средства и быть счастливым обладателем. — Прокричать автомобиль, да? — Ну вот мне, как КПД от той деятельности, которую мы осуществляем, очень приятно, когда люди реальную помощь получают от какой-то нашей работы. Очень много отказов в назначении различных выплат происходит потому, что, опять-таки, учреждения при рассмотрении обращений неполно используют информацию, полученную из различных источников, о которых я сказала, которые собирают в рамках межведомственного взаимодействия. То есть это из миграционной службы приходит сообщение о том, что гражданка и ее ребенок зарегистрированы в одном городе, но по разным адресам. То есть может быть ребенок зарегистрировал по месту жительства бывшего отца, где отец ранее проживал вместе со сфальсами. — А миграционка-то при чем? Они не русские, что ли? — Нет. У нас данная служба, она контролирует и паспортную визовую службу, где регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства. То есть это такой, скажем так, центр, который владеет информацией о регистрации граждан по месту их пребывания и жительства во всей территории. — Здравствуйте. Большое спасибо, что позволили задать вопрос. Меня зовут Валерий. У меня вопрос к вашему гостю сегодня. Вот ведущий задал вопрос, но вы не ответили. Каким образом органы прокуратуры проверяют работоспособность самого госуслуг? Потому что, действительно, оставить заявку на какие-то социальные выплаты в настоящий момент практически нереально. По различным причинам портал не регистрирует заявление. И второй вопрос, отчасти касающийся тоже социальных выплат. Вот вы сказали, привели пример, что семье из Конаковского района было необоснованно отказано в законной социальной выплате. А вот должностные лица органов соцзащиты в этом случае каким-то образом ответственность понесли. И спасибо за вопрос. Валерий, извините, а вы какое заявление хотели подать? Я бы хотел подать заявление о признании семьи малоимущей. И что у вас не получилось? Ну, в принципе, не получилось до конца зарегистрировать это заявление на услугах. То есть, на самом деле, сейчас точно вам не могу сказать, на каком этапе мы споткнулись, так сказать, подавало заявление супруга. Но в конечном итоге, то есть у нас семья подпадает под статус малоимущей, но в настоящий момент портал госуслуг просто-напросто, ну, говоря простым русским языком, висит. Зарегистрироваться не можем. Каким образом, кроме госуслуг, в таком случае мы можем этот процесс ускорить? Спасибо большое, Валерий, за звонок. Да, ну, действительно, есть много претензий к данному порталу, но он регулируется не нормами законодательства, сама работа портала госуслуг. Это сеть. Мы не можем проверить, висит, да, как вот Валерий сказал, висит ли сеть или не висит сеть. В настоящий момент какое количество обращений регистрируется и какое принятое к рассмотрению. В любом случае, не только через портал госуслуг можно подать это заявление, но и через любой филиал многофункциональный МФЦ, придя и, скажем так, предоставив документы непосредственно в этом центре, либо через электронную почту официального сайта учреждения, который занимается рассмотрением данного вопроса. Вот семья желает получить статус малоимущего. Статус малоимущего каким-то документом не обозначается. То есть это расчет доходов семьи определенным образом и для того, чтобы определить, может ли или не может гражданин получать ту или иную вид социальной помощи. Вот какой вид социальной помощи желает получить гражданин, как малоимущий? Потому что их 17 видов. Представляете, их огромное количество. Это начиная от перечисления средств беременным женщинам на питание. Это перечисление средств беременным женщинам, чьи супруги уходят в армию. То есть это молодые девочки, которые еще не имели возможности работать, стать на учет в фонде социального страхования, получать какие-то выплаты, зарплаты и так далее. Их огромное количество. Статус малоимущей семьи, он не присваивается. Он дает право при расчете дохода семьи на получение той или иной вида социальной помощи. Как многодетные там есть определенное удостоверение, у нас никакого сертификата, документа, свидетельства, корочки как таковой. Нет. Но вопрос в другом, я понимаю, обратившийся заявляет. Он говорит, я вообще не могу свое право реализовать через этот портал. Все-таки, продолжая разговор, ну вот гражданину пожаловался, и я тоже от ноги слышу, что людей не получается воспользоваться госуслугами. И я думаю, дело тут не в том, что вдруг повис интернет. Когда сами знаете, пользуюсь, интернет повис, это на полчаса потом, что называется, отвис, и все нормально заработало. А все-таки, мне кажется, я понимаю, может быть, не Тверскую областную прокуратуру федеральную вообще не хотите заинтересоваться вопросом, что что-то происходит, собственно говоря. А может быть, просто, просто говоря, программа изначально косячная, что ее вот разработали, что помогать нам гражданам. Халтурно написали программу некие программисты, а ее приняли заказчики. А вот просто, ну жалоб, я говорю, я от многих слышу, что вот не получается. Не всегда, когда-то получается. Но это называется глючная система, когда не то, что она совершенно не работает. Она то работает, то не работает. Нельзя ли прокуратуре, это вообще ваша компетенция, провести какое-то расследование, что зачем такую косячную программу заказали и приняли самое главное? Потому что люди жалуются. Ну, у нас в соответствии с законом о прокуратуре, мы являемся органом, который надзирает в сфере защиты прав и свобод граждан за федеральными исполнительными органами власти портал государственных услуг разрабатывается в рамках государственных заданий федерального значения. Кто-то же им рулит этим порталом. Конечно, это не в рамках области Тверской решается вопрос, естественно. И, в принципе, если такие вопросы возникают, возникают, и вы о них рассказываете, и мне нет оснований вообще не доверять ни гражданам, никогда под сомнение я их слова не ставлю. И, наверное, тоже порой слышу, не потому что система, как вы говорите, она каким-то образом тормозит в регистрации каких-то ярлыков и окон, а иногда граждане, у которых нет опыта в работе с такой программой, деревня, это, например, или глубинка. Нет, глубинка, то есть люди, которые не имеют навыков. А программа-то должна быть на кого рассчитать? На всех, а не прошаренных, говорится, людей-то. А кто опять принимал такую программу, когда понятно, что, условно говоря, бабушка в 60 лет, ей не сможешь воспользоваться, потому что для нее слишком сложно. Она же должна быть простая, понимаете? Безусловно. Как три копейки. Это опять вопрос к тем, кто принимал такую программу. Она рассчитана на всех граждан, а не только, допустим, на 25-летних наших земляков. Поэтому это тоже, все-таки я, почему все-таки заострил на этом моменте внимание, потому что вы с самого начала говорите, что сейчас, 21 век, люди, не выходя из дома, могут, госслуги, госслуги, а вот не могут, понимаете? Не могут. А человеку вот надо. Вот. Но это ладно. Я понял, в общем, что пока не интересовался никто почему-то, как такая программа у нас принята. А вот человек задал более такой приземленный вопрос, а вот касаемо вот Канакова, то, что он наказали, Ротозеев-то. Да, безусловно. А у нас директор бывшей центра, который подписал решение. Центр какого? Центр выплаты Тверская семья, который принимал решение такое, она с занимаемой должности уволена. Да неужели? Прямо сразу уволена? То есть не штраф 300 рублей? Это не единственное нарушение, которое было допущено в рамках ее деятельности. Поэтому, ну, вот такие карательные меры, как карательный орган мы принимали. И, в принципе, как еще раз повторюсь, как карательный орган мы принципиально подходим к таким позициям. Если человек не справляется в должной степени, наверное, надо искать другого человека. А вы вообще анализируете вот такие случаи? Ну, опять-таки, я так понимаю, ни один, ни два, когда вот гражданам отказывают, неправомерно отказывают. Потом выясняют, что неправильно отказали. Ну, это почему? Это люди элементарно ленятся. Я не знаю, люди просто некомпетентны. Они искренне думали, что человек неправ. Что, как вы сказали, раз они работают в Москве, да они поди и прописаны на Рублевке, на самом деле. Не посмотрели в паспорт, почему, что проспект энергетиков. Вы как-то для себя анализ проводите, это люди ленятся или некомпетентны, или вообще какой-то злой умысел? Нет, про злую умысел не могу сказать и подтвердить его нет. Это, наверное, другие человеческие факторы, которые вот так негативно сказываются на последствиях для конкретной семьи. Вот той директрисы, какой был фактор? Ну, наверное, это такая самонадеятельность на того сотрудника, который обрабатывал все документы, принимал решения и, скажем так, подготовил документы об отходе. А сотрудник этот почему так? Ладно, не будем только директора брать? Конечно, потому что давайте не винить одного человека. Ну, почему они вот отказывают людям? Ведь, понимаете, самое смешное, ну, ладно бы ты своего кошелька что-то выплатил. Тут казенные деньги, они не твои, ну, как бы, вроде наши, гонологоплатики, но все равно. Ну, короче, хомут не свой, погоняй не стой. А чего они скупятся-то? Слово, а почему, это, ну, наверное, можно везде задавать в любой абсолютно сфере. А почему у нас такие дороги, а почему у нас такие? Дороги, мы знаем, потому что украли часть. А тут-то почему? Ну, нет, ну, не знаю. Ну, тебе всего лишь роспись поставить, что выделить человеку. И я понимаю, когда там действительно яркие сомнения, человек там, условно говоря, я не знаю, там, незаконный мигрант по всему, и ТТП. Нет, свои люди, свои земляки. С Конакова, вот, почему вот так люди вот отказывают вот гражданам выдачи социальных пособий, тем более, ладно, пришло там, знаете, о 100 миллионных рублей. Ну, вот я считаю, что это неверно, неверно, неверно истолковали норму. А какое толкование? Это прописка есть? Которая вроде отменена, а на самом деле не отменена. Нет, у нас есть граждане, которые зарегистрированы на территории Тверской области, но постоянно проживают на территории города Москвы и имеют право на получение социальных гарантий на территории города Москвы. Потому что у нас место проживания по закону, по нормам права считается постоянное или преимущественное пребывание гражданина в том или ином месте. А кто это считает? Сколько дней проведения? Если гражданин в соответствии с требованиями закона переезжает по определенным причинам, по работе, семейным обстоятельствам или иным, абсолютно неважно каким, переезжает зарегистрированный постоянно на территории Тверской области в Москву, регистрируется там, пускай он регистрируется временно на 90 суток, потом еще на 90 суток, еще на 90 суток. Это его право. Он обозначает свое местонахождение и место работы пребывания. Поэтому, соответственно, гражданин, который зарегистрирован в Удмуртии, но постоянно проживает на территории Тверской области, они снимаются с регистрационного учета в Удмуртской АССР только потому, что у него там, допустим, потому что там есть недвижимость оттуда. Потому что у него там недвижимость, а недвижимость у нас может быть, да, право собственности у нас не ограничено, и он имеет право собственности, но в пользовании, допустим, не в распоряжении, да, как в Удмуртии на территории Тверской области, и зарегистрирован даже здесь временно, то в любом случае у нас человек имеет право на получение соцгарантий в нашем субъекте. А в Удмуртии? Нет. Вот если он в Удмуртии бы проживал, потому что в законе написано, право на социальное пособие имеют граждане, постоянно проживающие на территории Тверской области. Что значит проживающие? Постоянно. Постоянно проживающие, да. Постоянно проживающие. Это не с рождения. Это вам лекция не только для граждан сейчас, а вот для этих звездочет-толкователей администрации, которые как раз вот будут сидеть, в другой раз вас услышат и правильно истолкуют. Понимаете, здесь нужно разбираться с теми документами, которые предоставил гражданин. Они за основу взяли другие документы, то есть постоянную работу на территории Московской области с утра до вечера. И поэтому посчитали, что раз вы работаете на таких специальностях и в таких учреждениях, при наличии пятерых детей вы наверняка там и проживаете. Вот мы вам отказываем на этих основаниях. Но перемусолить этот конкретный пример не будем, потому что, как вы правильно заметили, и я это подтвержу, что у нас огромное количество, спектр большой тех нарушений, ну как орган, который мы и выявляем эти нарушения. А какие еще, например? Когда гражданам отказывают по причине того, что они не предоставили тот или иной документ, но этот документ должен быть не предоставлен гражданинам, а запрошен непосредственно самой организацией, которая принимает решение. Опять вот сразу у меня вопрос, а они что, этого не знали? Не знание служебных обязанностей это или что? Или опять это лень, это вредность, неприязнь, что человек кушает так не может спокойно, и поэтому отказал человеку? Опять-таки, как правило, считают люди, что запутываются в той или иной толковании норм. Опять толкование. Опять сон не сон, а сон есть сон. Ну, понимаете, здесь... Что с толкованием сплошное? У нас вроде закон, он же дурелекс, а у нас как будто не закон, и я не знаю, что сказка, Александр Сергеевич, толкуются, сидят. Есть, да, и такие факты, и их достаточно много. Возвращаемся... Ну как же, там же, наверное, тоже, вот вы сказали, пример, наверняка прописан, что человек, госслужащий, или кто он там должен сам собрать документы, а он человеку принеси справку. То есть, не только в должностной инструкции, это в постановлении правительства Российской Федерации, в постановлении правительства Тверской области, которым регламентирован порядок сбора документов, дающие право... А какие могут толкования в таком случае? Это, опять-таки, лень или некомпетентность? Нет, по каждому... Ну вот, я думаю, что, может быть, это не лень, это не умысел, это, наверное, все-таки не знание каких-то норм, каких-то правил основополагающих, фундаментальных, с тем, с кем ты работаешь. С претензией к начальству, которое плохо прописано у сотрудников на предмет знания норм и прочих регламентов. Ну вот, по каждому факту, который мы выявляем, мы, естественно, реагируем, и лица привлекают к дисциплинарной ответственности, к материальной ответственности, их лишает того или иного их надбавок. Но существуют также и, правильно говорить, какие-то обязательные требования к сотрудникам, которые должны все-таки выполнять в полном объеме те обязанности, которые им прописаны. Ну вот, получается, что не всегда это получается. Не знаю, я либо ленью это объясняю, но не уверен, спросил старшего начальника своего стола, начальника Ивана Петровича, вот как тут, человек сам справку должен нести или не сам? А, видать, а, сам. То есть, ну, я не знаю, просто понимаете, тоже, согласитесь, Надежда, это важно, потому что для людей это деньги. Может быть, там эти начальники так получают, для них эти там сколько, 5 тысяч, 7, 10, 12 или сколько, это не деньги, а вот для человека, наверное, люди, которые обращаются, для них это каждая копеечка на счету, и когда им отказывают, так, ты справку не донес нам, то это, ну, большой удар, наверное. Это, наверное, да, бюрократизм в той или иной степени, я его, наверное, могу вот таким словом назвать. Да, такие ситуации бывают, но, вы знаете, во всех сферах есть бюрократы, наверное, мы тоже с этим боремся. И вот что хотелось бы, раз мы затронули тему этих нарушений, которые выявляем мы по обращениям граждан, хотелось бы им сказать и разъяснить гражданам, чтобы они знали, обращали на это внимание, имели возможность защитить себя и пользовались этой информацией как оружием, меняется законодательство. Да, в огромном количестве, да, мы с вами вот уже обозначили это, расширяется спектр возможностей социальных услуг, то есть они различных направленностей есть. Но меняются и порядки рассмотрения обращений этих граждан, и сроки рассмотрения этих обращений. Бывает такое, что гражданин, обращаясь в орган, который должен назначить и выплачивать ему то или иное пособие, рассчитывает на то, что в течение 10 суток, как по предыдущему когда-то закону, была обязанность у этого учреждения ему ответить, и он должен получить средства. Сейчас эти сроки намного увеличены законодательством, да. А что это? У нас у вас первая цепровизация? Правительство Российской Федерации теперь увеличило сроки рассмотрения этих обращений, конкретно по социальным выплатам, до 30 рабочих дней. А мотивация? Правительство Российской Федерации в своих постановлениях не мотивирует. Перед гражданами не отчитывать своих действий. Я думаю, вы скажете сейчас просто, я вас слушаю специально внимательно, я думаю, вы скажете, что наоборот, там 3 дня, 2, ну как же, 21 госуслуги. А выясняется, что у нас на Арочном, в Вологодскую губернию скачет на лошади это письмо. Был утвержден порядок, когда выплата по обращению граждан начислялась уже в течение 10 дней. И гражданин знал об этом, это в определенных кругах известные такие сроки. Сейчас эти сроки увеличены, и поэтому граждане, которые начинают через 10 суток писать в прокуратуру, где мои деньги, что с моим заявлением, не обращаясь в орган, не посмотрев нормативный документ, естественно, у нас... Ну где же надо будет смотреть-то? Откуда они знают, сами знаете, документ там? Ну порядок, порядок. Ну тогда вот я здесь правильно нахожусь и говорю о том, что постановлением правительства Российской Федерации в этом году принято такой порядок, который меняет сроки в сторону увеличения пор смотрения этих обращений. И в частности это касается выплаты как раз вот этих президентских, как называют люди, между собой президентские выплаты. Это выплаты от 3 до 7 лет гражданам. На детей. Да, на детей от 3 до 7 лет. И имейте в виду, что... Рассматриваются они только будут от 3 до 7 лет. Чтобы не было никакой паники, что нам, наверное, отказали, раз мы не получаем эти средства. Нам документы, наверное, потеряли, раз мы не получаем ответа. И я прекрасно понимаю, я некомпетентна в формации. Я прихожу и обращаюсь в аптеки, чтобы мне могли посоветовать. Они вам посоветовали как раз подороже. А скажите, а вот конкретно, практический совет гражданам, куда лучше обратиться в этот орган? В интернете посмотреть или как? Ну, в любом случае, как посоветовать этим гражданам, которые... Где лучше? Дайте обратно до этой администрации или до этого... Ну, знаете, сейчас я вам скажу. Практический совет, у нас осталось не так много времени. Люди написали заявление и что-то вот... Проблема в чем сейчас на территории Тверской области? Что 40 районов у нас... Сейчас, они вчера были. А я сейчас скажу, 40 районов, и каждому из 40 районов был специалист, который занимался этими выплатами. Сейчас, да. Сейчас в этих районах не существует таких специалистов. Потому что с 1 января 2021 года организует и выплачивает гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в опыте социального характера, единственное учреждение. Вот это государственное казенное учреждение, центр Тверской семья, где гражданин не может из Андреаполя прийти и уточнить, что с его заявлением. Или с Санкова. Это Тверское учреждение, оно в единственном, скажем так, органе... А делать-то что, Андрей Абольцов? У данного органа существует свой электронный адрес и портал, где граждане... И сидит отдельный человек, который по своим должностным обязанностям отвечает письменно на каждое обращение. То есть можно на этом портале зарегистрировать свое обращение. Что с моим заявлением по вопросу выплат? И в течение срока рассмотрения обращения этому гражданину обязаны ответить. Хотя бы по электрону. Обязательно, да. Вот мы тоже с этой проблемой столкнулись. Ее сейчас фактически решаем в прокуратуре, чтобы каждому гражданину, который сетует на ту или иную проблему... Этот центр давал разъяснения и пояснения по обстоятельствам рассмотрения его доводов и его заявлений. Ну что же, Надежда, наш эфир подошел к концу. Я желаю, чтобы вы и впредь успешно решали наши проблемы. Кого надо покарали, кого, может, по голове погладили. У нас сегодня была в гостях Надежда Богатырь, помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнение законов о несовершеннолетних. Мы говорили о социальных выплатах, как их получить. Так что, во-первых, вот Надежда правильно сказала, обращайте внимание. К сожалению, наше правительство почему-то продлило сроки рассмотрения. Ну, 21 века куда спешить, не спешить некуда. Если что, обращайтесь в прокуратуру. Она постарается вам непременно помочь в получении всех положенных вам выплат. Спасибо большое, Надежда. А вам до новых встреч. Ну и хороших доходов, чтобы не пришлось писать просьбы о материальной помощи. Продолжение следует...